Итак, всем привет, с вами Допг. Начинаем играть в новый мод World of Blaze за Советский Союз. Кто у меня присутствовал на стримах, тот уже этот мод примерно знает. Если вы не присутствовали, то рекомендуем вам подписаться на мой канал на ютубе и на твиче, и там можно стримы посмотреть. И, собственно говоря, давайте поговорим о чем мод. Мод прорабатывает невероятно, во-первых, исследования. У каждого мажора свои корабли, свои самолеты, танки, артиллерия даже и пехотное снаряжение. Все примерно как это исторически и было. Конечно же, здесь огромная переработка фокусов. У Советского Союза это еще не так сильно заметно. Здесь не так много фокусов переработано, хотя уже есть. И у Германии, Британии, Франции там прям, я бы сказал, достаточно новые фокусы все. Игра полностью историческим путем будет с этим модом. Он нацелен на историческое прохождение. Тут еще у Советского Союза, так как мы играем на Советском Союзе, давайте поговорим про него. Есть прекраснейшие дебафы, вот такие вот. Собственно говоря, тоже разработчик считает это достаточно историческим. Я бы не сказал, что прям очень, но в целом у вас есть шансы от этого избавиться. Ну, вполне себе реальные шансы. Другой вопрос. Особенность, я бы сказал, в Германии, в Советском Союзе здесь, в том, что вы не сможете избавиться от этого модификатора полностью перед войной. У вас все еще несколько месяцев будет в войне. Соответственно, вам нужно как-то спланировать так, чтобы первые несколько месяцев пересидеть и пережить. У искусственного интеллекта здесь есть какие-то полурандомные скрипты. То есть, есть какие-то бафы, вроде как. Иишки часто передназначают генералов, поэтому у них скорость передназначения очень большая добавлена. Чисто модификаторами, чтобы генералы всегда были. И что-то подобное у них сделано со всеми То есть там какие-то ремонты, еще что-то В целом это позволяет Ишкам Быть вполне себе на неплохом уровне И все еще вызвать Какой-то челлендж, я бы сказал Так вот, соответственно У Ишки еще 30% вон с атаки против нас Так что нужно быть реалистичным В этом моде и понимать, что за Советский Союз Здесь выиграть войну Буквально сразу невозможно Нужно будет отступать Скорее всего достаточно далеко То есть как бы линия Ленинград-Москва-Сталинград в принципе Достаточно реалистичная Линия того, где у вас будет оборона Остальные территории, например, как повезет Вот, на этом я думаю Про мод плюс-мид достаточно Если вас он заинтересовал, можете его Скачать и посмотреть, ссылочки все как всегда в описании А давайте пройдемся Что мы здесь строим, мы строим инфраструктуру фабрики Потому что у нас идет Собственно говоря, пятилетка Вторая пятилетка, если я правильно помню, давайте посмотрим Да, так и есть Вторая пятилетка, она дает нам бонусы на Скорость строительства фабрик и инфраструктуру Но забирает себе 0.5 политки Это очень-очень больно Поэтому Это, конечно же, мы должны заражить как можно раньше Чтобы политку убрать Бонус здесь от строительства остается Потому что смотрите, у нас сейчас Наша промышленность Имеет минус 20% скорости строительства Но плюс 30% вот Соответственно, когда мы закончим Здесь этот дебаф на скорость строительства обычной Пройдет И мы еще наследуем 5% скорости строительства фабрик и инфраструктуры 5% скорости строительства не стоит 0.5 политки Поэтому мы, конечно же, как можно раньше это сделаем Но вообще у нас политка и беты, как вы можете заметить Минус 0.07 Соответственно, мы сейчас идем вот в этот фокус Как можно раньше Главенство НКВД Потому что Оно повысит нам прирост Как раз таких политических власти на 20% Мы успеем ее чуть-чуть накопить И что-нибудь поделать Болитка здесь, опять же, очень нужна Это раз, что нам очень нужно Два Нам нужно как можно раньше начать большие чистки Но здесь есть минимальная дата 1 июля 36 года Как раз таки, чтобы вы не могли Избавиться от чисток полностью перед войной Я, по-моему, октябрь либо ноябрь Делал Это самое лучшее время, что у вас может быть примерно Либо сентябрь Что-то из этого Ну, мы будем делать как раз таки 1 июля Стараться сразу же нажимать Так что увидим потом, до скольки он будет действовать Так что идем сначала сюда за политкой Потом, возможно, мы еще зайдем за ячейки исследований Кроме того, здесь, смотрите, еще есть баф На 20 заводской производительности Это, если что, вот сюда и сюда По-моему, в оба Даже не только в именно военные Ну, посмотрим еще И еще одна особенность Что у вас фокусов очень много И вам нужно реально хорошо подумать о том Что вы хотите сделать перед войной Вы обязательно хотите отправить опыт в Испанию Опыт из Испании получить Отправив туда советников Ну и, скорее всего, даже Аташе Так как вот эти дебафы, о которых я говорил Убираются именно опытом армии, авиации и флота Кроме того, у нас есть интересные квесты Я бы их назвал так Потому что, в принципе, у них такая же идея На то, чтобы произвести что-то И за это получить бонус Смотрите, мы можем произвести 10 тысяч легких танков И средних, именно их в дивизию отправить Это получить 300 политки, 100 опыта И еще снижение доктрины Фактически, что дает нам исследовать Полностью сразу доктрину бесплатно Это ловушка Советский Союз, я вам скажу Потому что, если вы сделаете Столько легких танков и средних танков Вы реально не сделаете достаточно пехоты Чтобы закрыть свои линии все И, ну, вам будет тяжко То же самое с авиацией Ваши самолеты стартовые очень так себе Кроме того, у вас огромные дебафы Так что воевать вам первое время вообще не стоит В воздухе С флотом Примерно та же ситуация Ну, с флотом Квест хотя бы легкий Квест очень легкий Надо сделать 7 линкоров и 30 с минусов Квест уже на старте 3 То есть вам всего лишь 4 линкора поставить И сколько? 12 с минусов получается Ну, как бы пыль Мы это сделаем обязательно Более того У нас еще и Вот от этого фокуса Будет заложено 3 линкора То есть там надо будет реально построить всего лишь один Для нас это вообще не проблема Так что мы всегда вот тоже поведем пораньше Чтобы их достроить к войне Флотом я буду пользоваться Скорее всего Вот здесь вот В ограниченных количествах Потому что у меня авиация Не сможет здесь их защищать А у немцев здесь есть авиабаза В любом случае Хватит, я думаю, разговоров Поехали Единственное, еще уточню Татки мы сейчас тоже не производим Самолеты мы сейчас не производим Кроме стратегов И тактических бомбозавидровщиков И я подраспустил наши легкие танковые дивизии Кроме вот этих вот Потому что у них был плохой шаблон У этих шаблон еще хотя бы Хотя бы имеет какую-то ширину Там была Вот эта дивизия, танковая бригада У него все равно ширина И ее будет маловато Для того, чтобы реформировать Они идут сразу вот сюда к Японии Чтобы Потом японцы будут нас атаковать Через пограничный клик И мы должны быть к этому готовы Что ж Это точно все Поехали Так, все, авиацию Нашу здесь сгруппировали И давайте-ка Они будут обучаться Причем желательно только днем Чтобы меньше была Неудач На всяком случае Я раскидаю Я не помню По-моему, это не влияет на тренировки Но Допустим Потому что, опять же Эти самолеты Не очень эффективны Кроме стратегов Скорее всего Стратегии пускай обучаются До Левела И то же самое Я хотел бы сделать штурмовикам Точнее Тактическим обладировщикам Но в целом Окей Ну да, все Они обучаются до левела Нормально А эти у нас просто генерят Опыт авиации Как раз таки в солидных количествах Здесь у нас Флоты сейчас объединятся Придет вот отсюда Потому что нам здесь Флот не нужен вот сюда В Балтике у нас будет Основной боевой флот И небольшой будет В Черном море Он нам тоже пригодится На самом деле Кроме того Я вот достраиваю все корабли Вот сюда И потом уже полностью Вот эти эсминцы и линкоры Буду строить в Балтику Кроме того Будем немножко Нашу Разведку качать Чтобы шпионы Нам Пробовали Качать опыт армии И политку Через Внедрение Внедрение дают политку При успехе По-моему И Внедрение в армию Дают Опыт Соответственно Давайте Закачаем себе Дел Он будет полезен В принципе И потом еще что-нибудь Подкачаем Ну Скорее всего Да Вот так Пойдем до сюда Если мы пока не сможем Это 3 Тихо Плюс 2 Будет как раз таки Второй агент У нас есть примерно 3 фокуса Вот до сюда Я бы сказал Чтобы потом Взять вот эти 2 фокуса И выйти в большую чистку И я думаю Эти 3 фокуса Все потрачу Вот сюда В промышленность Можно было бы еще И чику потратить Но знаете Наверное Давайте Первые институты Наши будут Именно в фабрике Вот здесь вот Получим Неплохое количество фабрики И вот здесь вот Неплохой Баф Получим Это мы уже думаю Не успеем все это делать Но в ближайшее время Потом да В общем фишка Здесь еще мода Здесь Как вы можете заметить Намного больше фабрик И заводов Но у них Меньший выпуск То есть как бы Вы чуть лучше Балансируете Свой куной Таким образом И вам реально Надо задумываться о том Что вам делать эффективно А что точно нет Итак Классическое событие Здесь они его не перерабатывали Мы его мобилизуем И они делают Компромисс Отлично А вот у нас и второй ген Кстати говоря Уже с четырех исследований Да С трех точнее даже Любопытно Видим Это уже переработано Делаем все Вот этого парня И давайте думать Где вам Проще всего будет Это фармить Я подозреваю В Италии Потому что в Германии Там скорее всего Давайте отправим Пока что вот так И посмотрим Что там по операциям Что в Британии Точно проблемы Там контрразведка Уже вкачана Сейчас посмотрим Где нам проще Будет Здесь 8 дней Здесь 8 дней Значит одинаково Значит давайте все-таки Попробуем в Германии И у нас есть Этот фокус Давайте-ка Идем дальше Нужно кого-нибудь Расшифровать Германию Расшифровать Не получится Ну как Получится Но очень-очень долго Поэтому давайте Займемся Румынии И вот этими Союзниками Всеми Германии Германии В будущем Германии Нельзя получается Расшифровать Потому что там Есть Энигма А вот и Включается Наша прекрасная Паранойя Ну что ж Тут конечно Да Единственное В этом моде Она чуть-чуть Ослаблена Здесь По 1% Прирост идет То есть Небольшой На самом деле И с этим Очень легко Работать Мы в теории Можем продолжать Этот фокус Не боясь Вообще ничего Единственное Чего можно бояться Это не успеть В большую чистку Вовремя Но в целом По-моему Нам уже надо Идти сейчас На самом деле А не даже Не следующим фокусом По той простой причине Что Вот это Получается Май 27 Это получается Как раз таки Сначала июля То есть в теории У нас 2 фокуса И 3 вот как раз таки Этот Укрыли мы Новое снаряжение Но Но Производить Мы его будем В новой ячейке Чтобы эффективность Этого Вся использовалась Полностью Все таки У нас такая ситуация Что нам нужна Каждая винтовка Будет на фронте Путь мы выбрали Давайте теперь В центр идем Политбюро Получим Окей У нас есть 55 Политки Тут вопрос Куда нам ее Лучше потратить И я считаю Что нам ее Лучше всего потратить Будет военного Теоретика Который будет нам Давать Как раз таки Опыт И Да Вот этот парень Выглядит Неплохим Но это 5% Скидка на все А это именно На танки Я так полагаю И слушайте По-моему Его Расстреляют Топачевский Если я правильно В фамилии говорю Да Берем Шапошникова И в принципе То же самое Мы делаем С артиллерией Тоже она Пойдет у нас Вторым номером Чтобы это Хотя бы Хотя бы Два Расстреляют Неизвестна Давайте Давайте Сразу И Берем Его Не думаем Вообще Не про Что другое А затем Надо будет Просто Срочно Идти Отправлять Военных Советников В Испанию Чтобы получать Себе Опыт Потому что Опыт Просто Нам смертельно Нужен Напоминаю Ребята У нас есть Реформа Армии И она Стоит Две сотни Опыта А следующая Стоит Еще больше По-моему 300 Если я правильно Все помню Так что Опытом Нужен просто Бесконечно А нам Еще и Дивизии Редактировать И в теории Какую-то Доктрину Можно Немножко Подзакрыть Против У нас Сейчас У нас Есть Командный Ресурс На то Так что Почему Как бы И нет А благодаря НКВД У нас Формятся Эти очки Командного Ресурса Очень быстро И вот Первый московский Процесс 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 Теперь Как я и говорил Мы идем В опыт Испании И уже После этого Мы пойдем Уже Дальше По промышленности Здесь Ромовики На самом деле Даже Небольшой урон Наносят Приятно Тактически Если все Отправлять Они не очень Работают У нас Еще и Минус 40 Назерной Поддержки Это не Авиаштурмовая Атака Тогда Окей Да Назерная Поддержка Это немного Другое Ладно У нас Даже Все Не так Плохо С Авиацией Честно Говорят Ну как Все Ужасно Но Не так Плохо Нужно Не забывать О Сталине Но в целом Там Все Отлично Поэтому Давайте Закончим Наши Промышленные Фокусы Наконец-то Так У нас Есть Раззвитие Давайте Идем Дальше Автомобили Завода Газ Сколько У нас 9% Всего лишь Я думаю Мы успеем Завершить Полностью Пятилетку И На этом Моменте Мы сможем Начать Получать Нормальную Политическую Власть Хотя бы И Какие-то Вещи Мы сможем Закрыть И Вот У нас Появляются Уже Свободные Заводы И Честно Говоря Давайте Наверное Еще Инфраструктуру Подстроим Так А у нас Есть Бонусы К Этому Хороший Вопрос Где бы Это Сделать Фишка В том Что у Нас Еще В Слетах Где будет Именно Железо Вот Так Вот Она Выглядит Здесь Экономика Немножко Переработанная Будет Баф На Инфраструктуру Потом Следовательно Было бы Неплохо Все Это Железо Застроить Это Уже Сталь Это Уже Немножко Другое И Здесь Мы В принципе Везде Подзастроились Как Нам Надо Смотрим За Нашими Самолетами Периодически Распускаем Какие-то Самолеты Здесь Чтобы У нас Эти Пополнялись Обязательно Кстати У нас Будут Получать Максимум Опыт Они Уже Раскачались По-моему Сюда Я их Отправлял Нераскачанными Хотя Я могу Ошибаться Вообще Легко Ну А здесь Мы Качаем Техи Которые Нам Нужны Будут Для Тех Кораблей Нам Нужно Исследовать Если Напомню Огневой Класс Давайте Даже Проверим Флот Да Нужен Огневой Класс И Советский Союз Класс Мы получим По фокусу Для Огневого Класса Нам Нужно Смотрим Какие Технологии Иметь Дециметровый Радар Здесь Нам Нужно Иметь Сонар И Глубинные Заряды Окей Советский Союз Нам Нужно В принципе Просто Систем Управление Огнем И Радары Прокачать Нормально То есть Вот это Так что Давайте Каффлот Подкачаем Модули Нам Нужна Вот Эта Штука И Потом Нам Еще Нужна Будет Вот Эта Штука Единственное Я верю Что Можно Подкачать Промышленность Поэтому Давайте В первую Очередь Вкачнем Себе Промышленность А вот Мы Кстати Говоря Снижаем Уже Потихоньку Чистку Вот Этот Прекрасный Сегодня Дебаф Который Уйдет У нас 29 Октября Как Я Говорил Вот Октябрь Ноябрь Так Оно И Получилось То есть Нападение 22 Июня Примерно И Вот Нам Надо Будет Несколько Месяцев Поддержаться Ну Достаточно Сурово Потом Мы Сможем Нажать Вторую Реформу Армии И Там Уже Отбавится Еще Дебаф Там Санит Уже Получше Так Завершаем Второй Пятилетний План Сталин Пока что Еще Находится В нормальном Состоянии Ну А также Нам Нужно Будет Пройти По Фокусам Как Можно Раньше Так Что Как Появится Возможность Это Исследовать Я Это Исследую Смотрите Мы Сейчас Заканчиваем Вот Эту Штуку Берем Сечку Для Исследований Чтобы Уже Объем Покачать О И У нас Закончились Постройки Флота Что же Мы Хотим Достроить Давайте Подумаем Это Хороший Вопрос Можно Построить Один Вот этот Корабль В чем Фишка У нас Нужно Четыре Линкора Отсюда У нас Будут Три Линкора Соответственно Один Еще Можно Достроить Самим Но Пока Смотрите В теории Можно Было Взять Конвои Но В чем Фишка Начнется Война Нам Будут Давать Линклисы Конвои Нам Надают Более Чем Нужно Так Что Давайте Что-то Строить Такое Обычное Можно Было Было Начать Сминцы Строить Я бы Наверное Построил Ких-нибудь Легких Крейсеров Чтобы Чуть Это Было Получше Единственный Момент Нам Нужно Строить Корабли ПВО А ну Вот Это Те Корабли ПВО Которые Нам И Нужно Строить Я Считаю Давайте Сделаем Вот Так Черноморье Закроется Там Навсегда Вот Это Последние Корабли Сюда Ну Да Еще Доедет Флот Черноморский Наш Готов Здесь Нам Больше И Не Нужно Будет Здесь У нас Максим Будет Только Румыния Румыния Здесь Флота Нет Ну Так Чисто На Всякий Случай Я Чуть Побольше Сделал И Подлодки Тоже Ну Если Вдруг Мы Отдадим Эти Территорию То Сюда Могут Какие-то Конвои Ходить Ну Посмотрим И тут Ощущение Что Испания Начинает Побеждать Но Правда В том Что Скорее Всего Она Все Еще Проигрывает Так Здесь Можно Так Переместить Наши Самолеты Здесь Пускай Они Еще Сражаются За Сражение Дается Много Опыта Здесь Пускай Они Помогают Дивизиям Воевать Все Еще Я не Думаю Что Вот Это Испания Сможет Победить Потому Что На Историческом Фокусе А Это Мод Исторический Поэтому Игра В нем На Историческом Фокусе Эти Парни Все Так Под Конец Выигрывают Отлично Мы Закончили Пятилетку У нас Пошел Прирост В плюс Что Там Сталин Как Чувствует 20 Можно Было Немножко Взять Фокусов Здесь Чисто Вот Эту Штуку И В идеале Дойдем Наверное Вот Сюда Другой Вопрос Что Мы Сейчас Забросим Потом Ячейку Потом Скорее Всего Вот Эту Штуку И Потом Уже Посмотрим Возможно Пойдем Прям Сразу Сюда Возможно Еще Что Нибудь Другое Возьмем Важный Момент Дивизии Здесь Надо Деплоить Как Только Это Возможно Потому Что Здесь Видите Есть Очень Такой Жесткий Лимит Того Сколько Мы Можем Обучать Одновременно Всего Лишь 18 Дивизий Советский Союз Одновременно Это Честно Говоря Очень Мало Эти Дивизии У нас Можно На самом Деле Вот Сьет Раскидать Примерно Вот Таким Вот Я думаю Образом Пускай Они Будут Уже В Европе Я Уже Могу Отправить Это Шел 50 Политки А не 100 Давайте Да Обязательно Отправим И Как Появится Еще Опыт Займем Себе Советника На Просто Плюс Опыт Дивизии У меня По привычке Хочу Выделить Дивизии Но Их Просто Нету Здесь Наши Ну Нормально Опыт Этот Формится Опыт Отсюда С Испанией Формится Нормально И У нас Следующая Чистка Доступна Надо Ее Обязательно Нажимать Несмотря На Что Здесь Да Политическая Порно Еще Не Достигла Тех Значения Хотя В целом 17 Плюс 30 Кратки 50 Чистит 50 Я Б Сказал Почти Идеально Можно Все Рано Брать Потому Что Чем Раньше Мы Избавимся От Порно И Тем Лучше И Вот Оно Происходит Еще Московский Процесс Страивают Немножко Тяжелого Пехотного Снаряжения В чем Фишка Есть Обычная Пехота А Есть Тяжелая Пехота И Нам Нужна Будет Именно Она Для Нормального Функционирования Потому Что Она Дает Очень Много Защиты Прочности Атаки Она Стоит Дороже Она Добавляет Сюда Тяжелое Пехотное Оружие Но Как я Сказал Она Очень Того Стоит Так Мы Это Сделали Можно Пойти За ТНП Как Один Вариант Второй Вариант Вот Сюда Можно Пойти За ТНП Взять Скидку Промышленная Но Кстати Говоря Нам Сейчас Прямо Нету Политки На Это Даю Все Так Немножко Подкопить Следовательно Что Следовательно Давайте Займемся Каким Еще Вещами Допустим Вот Эту Штуку Тоже Взять Но Не Вперед Вот Этого Все Так 2 ТНП Вот Сразу Испять Скорость Средительства Поприятнее Выгляд Взяли Мы Эту Можно Теперь Подумать В следующем Фокусе И Скорее Это Будет Сталинская Конституция Вот Эта Штука Еще Нам Нужна Будет Как Только Доступна Политка Мы Не Хотим Тратить Так Что Давайте Вот Сюда Стабильность Политка Все Что Нам Надо И Смотрите Давайте Вот Это Возьмем У нас Сейчас Немножко Военная Поддержка Падает Так Что Возьмем Вот Это Получим 0-1 Поддержки Нам Быстрее Вот Сюда Выйти Потому Что Здесь Появляется У нас Баф Но Это Не Идея Это На Сам Деле Закон На 20 Скорости Строительства И 10 Объем Производства Если Я Правильно Помню Это Вот Оно То Мы Просто Из Ничего Получаем 20 Скорости И 10 Производительности Так Что Нам Нужно Сюда Выйти Как Можно Раньше Ну И Когда Мы Достроим Фабрики Наши Примерные Мы Начнем Вторую Точнее Третью Пятилетку Вторую В наших Фокусах Это Постройка Военных Заводов Я Пока Что Не Хочу Начинать Чтобы Накопить Себе Политку Так Что Пока Что Можно Строить Вот Это Хотя Я Вижу Что У нас Уже Заканчивается Потихоньку Лимит Точнее Ну У нас Уже Фабрики Видите Хотят Еще Что Строить Так Что Можно Потихоньку Уже Заказывать И Военные Заводы Пускай Они Отстраиваются Кроме Там Где Есть Нормальная Нормальная Инфраструктура В целом Здесь Уже Не Очень Безопасно Строится Здесь Еще Хотя Бы Кое Как Но Такое Вот Здесь Будем Строиться А здесь Самолет Смотрите Сюда Истребители Перелетели Мы От них Сбегаем Потому Что Мы Но Здесь Продолжаем Помогать Как Можем И Здесь Нет Вражеских Самолетов Следовательно Нам Здесь Тоже Нечего Делать Истребителями Вот Против Вот Этих Самолетов Которые Выглядят Слабенькими Вполне Можем Думаю Это Можно Первую Серию Позакончить Познакомились Мы С модом С нашей Ситуацией На Советском Союзе Мы Уже Так Плохо Справшись Подстроили Я Думаю На ТНП Здесь Будет И Скорее Все Поставить Одного Советника У нас Есть Ну-ка Вот Железный Лазарь Который Дает Еще 10 Скорости Строительства И После Этого Скорее Все Начнем Военные Заводы Строить Либо Где-то Между Вот А С вами Ребят Был Дуб Подписывайтесь Если Вы